Бодрое утро всем! Хотелось бы сегодня обсудить такой вопрос по поводу безответственного отношения учеников и родителей. Очень давно я уже занимаюсь тренерской деятельностью, через меня прошло очень много детей, взрослых. И есть такая нехорошая тенденция. Это определенный процент, это не все, это относится именно к тем, кто, во-первых, считает, что я должен бесплатно все это делать почему-то, с какой-то целью. И, во-вторых, если мои требования не соответствуют тем ожиданиям родителей, родители приводят и говорят, мне нужен чемпион, я говорю, ну это не ко мне, до свидания. Сразу я здесь чемпионов не рощу, здесь взращиваются хорошие люди, правильные люди, спортсмены в хорошем смысле, хорошие люди. И очень редко, но бывает такие моменты, когда ребенок перестает ходить. Родители, конечно же, не напишут, не позвонят, не скажут. Они, может быть, переехали, может быть, они решили вид деятельности поменять, спорт, что-то еще другое произошло. По какой-то причине, может быть, мои методики не подошли. Но в любом случае люди просто пропадают и не удосуживаются набрать номер мой, либо хотя бы в WhatsApp, где-то ВКонтакте написать. Просто там, Вячеслав Владимирович, мы не сможем ходить к вам. Не обязательно причину озвучивать. Я вообще не люблю, когда начинают что-то там сочинять и придумывать. Просто позвонить, сказать, можете нас вычеркивать из списков, мы не будем ходить. И вот в этот момент вступает очень важный момент. Когда какой-то ребенок, если уходит, это редко, но бывает, на его место я могу взять другого. Но получается так, что человек пропал, ребенок перестал ходить, родители отмалчиваются, им пишешь, они молчат. Странно, как-то удивительно. Я не говорю, что там могли бы спасибо сказать, мне ваше спасибо не надо. Немного уважения, чуточку. Я ваших детей очень много всего вкладываю важного, информации, знаний, своих знаний. Даю то, чего никто из вас не сможет мне вернуть в свое время. И элементарно даже, имея грамм совести, чуточку воспитания и немного уважения, вы могли бы просто набрать, сказать, Вячеслав Владимирович, спасибо большое, либо без спасибо, но мы не будем ходить. Всего доброго, до свидания. Этого даже было бы достаточно. Но, к сожалению, многие люди перестали быть людьми. Хотелось бы привлечь внимание, и чтобы родители и детей своих на будущее научили. Ответственности. Если ты в своей жизни что-то меняешь, если ты с каким-то человеком дальше не будешь двигаться, это не связано только со спортом, с любым видом. Чтобы просто ваш ребенок мог довести информацию, сказать, все, спасибо, до свидания. Либо просто до свидания. Чтобы закончить какой-то процесс. Уважайте друг друга, занимайтесь спортом. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok